Автобаза Когда мы пришли на практику, директор сказал Кто будет хорошо работать, может даже разряд получить Не скажу, пятый, ну, четвёртый А кто не хочет работать, пусть прямо скажет Я того моментально освобожу Некоторые были не прочь смотаться отсюда Я, например, поскольку у меня нет технических наклонностей Но то, что директор называл освободить, означало выгнать Это мы сообразили И никто не сказал, что не хочет работать Теперь я вас распределю по рабочим местам Товарищ директор, можно нам самим решить, кто куда пойдёт? Нет, это будет непедагогично Он скосил глаза на бумажку, которая лежала у него на столе под стеклом И точно отвечая, урок по шпаргалке пробубнил Следует учитывать личные качества учеников Рассеянному, в скобках невнимательному, поручается работа, требующая внимания Слабовольному, работа, требующая волевых усилий Робким, в скобках замкнутым Организаторская работа Ленивым, работа, результаты которой будут сразу видны Поняли? Ясно А у нас таких нет Каких таких? Рассеянных, в скобках невнимательных Робких, в скобках замкнутых Слабовольных и ленивых А вот что касается ленивых, товарищ директор То как вы их узнаете, а? Да, пожалуй Этим вопросом я сразу поставил директора в тупик Выручил его Игорь Игорь у нас самая выдающаяся личность Наша классная руководительница Наталья Павловна Всегда ставит нам Игоря в пример Его поразительную воспитанность и трезвый ум На самом деле Игорь большой дипломат Игорь подмигнул нам, мол, не беспокойтесь, сейчас я этого дядю окручу Владимир Георгиевич, вы хотите распределить ребят согласно и склонностям, интересам? Вот именно Ну тогда позвольте нам это обсудить Мы каждому наметим цех согласно его склонностям и интересам Ну что ж ты, и дело говоришь Но вы будете мудрить Да нет, и дело мудрить И мы стали распределяться по цехам Кто пошел в электроцех, кто в моторный Игоря директор взял к себе в контору Так он ему понравился Игорь любит околачиваться возле начальства Любит быть в курсе дела Находиться в центре событий Он ходит по цехам с большой блестящей папкой И заполняет какие-то бланки Майка, а где ты будешь работать? Мы с Надей Флёровой записали свободный цех Будем там ремонтировать сиденья, шить брезентовые покрытия, инструментальные сумки Майка! Иду! Когда Майка проходит по автобазе Все на нее смотрят Такая она красивая Высокая, с двумя длинными черными косами Мне было неприятно, что все на нее смотрят Что за привычка оборачиваться вслед человеку? Мне и Шмакову Петру здорово повезло Мы попали в гараж Как ты думаешь, Шмаков Дадут нам здесь поездить? Дадут Для этого надо что-то делать Успеем Но так же вся практика пройдет Присмотреться надо Но сколько мы не приглядывались Никто и не думал давать нам руля Никто даже не знал наших имен Меня называли сначала Пацан Эй, пацан А ну-ка, пацан А когда услышали, что ребята зовут меня Крош Тоже стали звать меня Крош А некоторые даже Кроша Эй, Кроша Ну-ка, Кроша Они думали, что меня так называют Из-за моего невысокого роста На самом деле Крош Это сокращенное прозвище От моей фамилии Крошенинников В школе всегда ведь сокращают фамилии Тем более такую длинную, как моя Вот и получилась Крош Шли дни Мы привыкли И к нам привыкли Теперь мы здесь свои Вахтер даже пропуск не спрашивает По утрам так не хочется вставать Но что-то толкает тебя Вставай, вставай Нехорошо, неудобно Опоздаешь на какие-нибудь 20 минут А кажется, что все работают давным-давно Каждый на своем месте Делает свое дело И ты оказываешься лишним И не знаешь, что было с утра Может, ничего не было А может, было Чувствуешь свою неполноценность Тут дело не в дисциплине Дело в том, что другие работают А ты нет Следовательно, они работают за тебя Постепенно Нам стали доверять даже сложные задания Однажды Мне поручили проверить И закрепить радиатор Очень ответственное дело И хотя у меня нет технических наклонностей Оказалось, что все сделано правильно Раз, когда мы со Шмаковым снимали с машины прогоревший глушитель У края ямы появился Игорь в сопровождении Вадима Здорово, трудяги Здорово Втыкайте Сегодня после работы Общее собрание практикантов Явка обязательна Начинается Чего ты бормозишь? А то, что надоели твои собрания Оно не мое Знаем Ты подстроил Ну, я вас предупредил После работы мы собрались на пустыре И уселись возле старой машины ГАЗ-51 Эта машина была списана Как негодная подлежала разборке на части Собрание открыл Игорь Товарищи, для ведения собрания Необходимо выбрать председателя Предлагаю Игоря Игоря у нас всегда выбирали председателя Ну так, хорошо Тихо Итак, мы проработали неделю И надо подвести итоги Практика у нас проходит хорошо Все мы распределены Согласно нашим склонностям и интересам Нет, не все Некоторым ребятам не дают работать Они только смотрят Не смотрят, а наблюдают Крош, у них наблюдательная практика Правильно Но мы обязательно должны помнить О тех химических и физических законах Которые изучали в школе И должны их увязывать с тем Что мы изучаем на практике Правильно Теорию с практикой Поэтому у меня есть существенное предложение Я предлагаю Общими усилиями нашего класса Восстановить этот списанный автомобиль И подарить его нашей школе Здорово Вот этот газель Да разве это машина? Ну я понимаю Состояние машины тяжелое Работы будет много Но тем значительнее будет наша заслуга Увековечим наш класс Прославим себя в веках А нас будут говорить потом А Крош, не остри Не смешно Ну ладно, я согласен Ребята Вот что Давайте прежде всего Осмотрим этот тарантас А потом уже будем решать Ты, по-видимому, боишься Ничего я не боюсь Но к этому делу надо подойти ответственно Игорь, дай мне слово Говори, Вадим Ребята, эта машина еще в очень хорошем состоянии Ну а что не хватает, то я достану в два счета Считаю предложение Игоря дельным Так как в дальнейших событиях Вадим будет играть существенную роль Я скажу о нем два слова Во-первых, Вадим был закадычным другом Игоря Его верным помощником и адъютантом Во-вторых, Вадим был известный на всю школу делец У него была судорожная страсть Что-то делать, что-то доставать, что-то менять Вот Вадим понимает общую задачу А ты не понимаешь Я-то понимаю А вот Вадим болтает, чего не знает Нет, машину эту можно восстановить Я тоже в этом немного разбираюсь Вот так вот А в тебе, Крош, нет энтузиазма Ты не хочешь участвовать в общем деле Не извращай мою мысль Я хочу участвовать в общем деле Но не хочу, чтобы мы раздавали пустые обещания Весь класс единодушен, кроме Крош Ну, к счастью, он остался в гордом одиночке Так, теперь я предлагаю выбрать штаб Он будет руководить работой по восстановлению машины Зачем штаб? Зачем штаб? Только заседание устраивает Согласен, пожалуй, штаба не надо Но руководителя выбрать необходимо Чтобы координировать всю работу Вот это правильно, молодец Предлагаю Поликутина Он лучше всех разбирается в технике Пусть он будет руководителем Нет, Крош, нет Для руководителя прежде всего Нужны организаторские способности Поэтому я предлагаю Игоря Он ведь работает в конторе И будет всё координировать А Поликутина я предлагаю Избрать зам по техам Чем, чем, чем? Да не чем, а кем Зам по техам Что это такое? Ну, заместителем по технической части Как хотите, но необходим помощник по снабжению Я предлагаю Вадима, пробивной парень Я против Почему? Чересчур он пробивной О, это не аргумент И снабженцем выбрали Вадима Разве я против восстановления машины? Мне было только неприятно, что это предложил Игорь А не кто-нибудь другой Вот, например, Поликутин Который лучше всех разбирается в технике Ведь Поликутин предложил бы это для дела А Игорь только для того, чтобы показать себя После работы мы собрались на пустыре Я, Шмаков Петр, Поликутин, Гринько из электроцеха Таранов из агрегатного Я позвал их, чтобы посмотреть этот несчастный драндулет Мы подняли капот и осмотрели двигатель Он был грязный, без свечей, без ремня Вообще какой-то пустой Ну, Поликутин, что скажешь? Я не могу сказать, в каком состоянии двигатель Его надо снять и разобрать О, и коробку скоростей надо снять И задний мост, и передний мост Снять и разобрать, тогда мы увидим, в каком они состоянии На машине нет никакого электрооборудования О, щиток украли И подушки сперли Да, все приборы растащили Что же делать? Что, ребята, машину осматриваете? Ага Осматриваем, товарищ Зуев В этой машине толку не будет Легче новую собрать Ну? Что я говорил? Пионерский лагерь, знаете? Знаем, товарищ Зуев? Знаем Вот там стоит другая списанная машина Куда лучше этой А за эту и не берите Я поговорю с директором И Зуев ушел Ребята, послушайте Что, Вадь? Собирайте запасные части для нашей машины Директор разрешил Какие части? Ну, к нашей машине, неужели непонятно? Директор разрешил Вадим, у нас в гараже нет никаких частей Это в цехах есть части и детали А здесь ничего нет Все равно Что найдете, тащите на склад Все, понятно? Действуйте На следующий день стало известно Что в электроцехе пропали Почти новый аккумулятор И почти новая динамка В обойном цехе почти новые сиденья И спинка сиденья В механическом еще что-то На эти слухи я не обращал внимания Не может быть, чтобы в один день Обокрали всю автобазу Прозвенел звонок У рабочих начался обеденный перерыв Мы совсем кончили работу И вышли во двор Во дворе было полно народу Вдруг появился директор Он направился к сарайчику Где Вадим хранил все, что ребята собрали Для нашей машины Вадим открыл замок Через минуту из склада вылетели Новое сиденье Потом почти новая динамка Потом полетели еще какие-то запчасти И, наконец, директор протянул Бригадиру электриков Почти новый аккумулятор Директор брезгливо вытер руки ветошью Ткнул ногой выброшенные со склада части И сказал Это заберите Рабочие забрали все хорошее А старое и негодное оставили Мы стояли возле сарая и молчали Тут был весь наш класс Что мы могли сказать? Факт налицо Пропавшие части обнаружены у нас Какой позор Вадим, директор разрешил собирать части Или ты это сам придумал? Конечно, разрешил Откуда ты знаешь? Мне Игорь сказал Правда, Игорь? Допустим, а что? Без допустим Разрешил Без ну? В чем виноват Вадим? А вот в чем Надо было не самовольничать А спросить разрешение у начальника цеха Но ведь Вадим сам ничего не брал? Брали ребята? Только не надо обвинять всех Коллектив здесь ни при чем Ты свою демагогию брось Не прикрывайся коллективом Тоже взял себе привычку Отвечай прямо Директор тебя предупредил Что надо просить разрешения У начальников цехов? Предупредил В общем, сказал Пусть начальники цехов Покопаются в своих резервах Значит, директор тебя предупредил А ты Вадима предупредил? Видишь ли, не может быть Чтоб я его не предупредил Врешь, врешь ты все Ни о чем ты меня не предупреждал Ты сказал, чтоб я собирал запасные части А ты сам не маленький Сам должен соображать У тебя на плечах голова, а не дыня Ага, значит так Директор тебя предупредил А ты Вадима нет Значит, ты думал, что у Вадима голова А директор думал, что у тебя не голова А дыня Хватит, хватит шутить, ребята Хватит Виноват весь класс Мы должны извиниться перед дирекцией И пообещать, что больше этого не повторится К директору пришли Майка, Поликутин и я Игорь тоже увязался с нами Мы договорились, что начнет Майка Во-первых, она наш комсорг А во-вторых, как с женщиной Директор обязан говорить с ней вежливо С чем пришли? Класс признает свою вину Мы действительно взяли кое-что без разрешения Больше этого не будет Кто разрешил вам без спроса Убрать части из цеха? Ведь мы признали свою вину Думаете, признали вину, значит, оправдались? А что мы должны делать? Не с того конца начинаете Надо разобрать машину на агрегаты Потом развести агрегаты по цехам А там уж посмотреть, какие части годятся, какие нет Это правильно Правильно Так мы же так и решили делать, Владимир Георгиевич Аккуратно Чтобы ни одной гайки не потерять Не беспокойтесь, все будет в порядке Мы вышли из кабинета Игорь остался там Во дворе нас ждали ребята Хотели узнать, что и как Мы им объявили, что все в порядке Вышел Игорь, тряхнул волосами Весело сказал Так, завтра организованно кидаемся на разборку драндулета Но не того, что на пустыре В лагере в Липках есть еще одна машина Тоже списанная, но в лучшем состоянии Ее передают нам Завтра мы ее притащим сюда Здорово Ну и молодец, Игорь Игорь, а кто поедет в Липке за машиной? Пусть едут крош со шмаком Это разумно Да, я пойду с вами Старшим здесь останется Ванька Поликутин Вадим тоже поедет с нами Зачем? Ну, мало ли что там потребуется Как ни говори, он парень пробивной Мы отправились в Липке с шофером Ивашкиным Ему поручили прибуксировать нашу машину Кроме него с нами ехал Зуев Он должен везти вторую машину Мы ужасно расстроились, потому что рассчитывали сами везти вторую машину Ивашкин и Зуев ехали в кабине Мы в кузове Сидели, прислоняясь спиной к кабине Глазели по сторонам И возмущались тем, что с нами послали Зуева Примчайтесь к труду Будьте самостоятельны Красивые слова Липа Глушат инициативу Неужели мы не могли бы сидеть за рулем? За нас думает дядя Для них деточки Это в 16, даже в 17 лет Вон, когда Александр Македонский разбил фиванцев при Хероне Ему не было 18 Наполеон в 23 года уже был генералом Росли люди Ничего не поделаешь 20-й век, век стариков Техника растет Правильно При Александре Македонском был очень низкий уровень техники Слоны, там, мечи, копья, щиты Эх ты! Слоны были не у Александра Македонского, а у Кира Македонский воевал не с Киром, а с Дарием Дело не в царях, а в слонах Дело не в слонах, а в царях Я вижу, Крошу очень нравится Зуев Зуев это одно А Александр Македонский другое Правильно, Крош А Игорь сам не знает, о чем болтает Вот ты-то уж помолчи Если ты будешь на меня орать Я тебя так трахнул Вадик, я рад за тебя Что? Рад, что ты выходишь из-под его влияния Подумаешь Наконец, мы доехали до Липок Мы думали, что быстро приготовим машину к буксировке Это оказалось не так просто Я понял, что без Зуева мы бы ничего не сделали Ивашкин никакого участия в работе не принимал Посидел немного и ушел Часа, может быть, через три Мы закончили работу Устали смертельно Проголодались И объявили Зуеву, что идем в лагерь обедать Когда мы вернулись Машины стояли на своих местах Ребята, а Ивашкин где? А мы его не видели, товарищ Зуев Никуда не уходите, я его сейчас поищу Хорошо Как только Зуев ушел Мы с Игорем бросились к машине Ивашкина Каждый из нас старался первым захватить кабину Мы одновременно открыли дверцу И стали толкаться, оттесняя друг друга В конце концов оба ввалились в кабину и уселись Я против руля, Игорь сбоку Тут я увидел, что Игорь, не отрываясь, смотрит на щиток Я проследил за его взглядом И все дальнейшие события начались с той секунды Когда наши взгляды сошлись в одной точке Ивашкин оставил в кабине ключ зажигания Машина была в наших руках На москвичах все расположено совсем по-другому Москвича я не знаю, но ГАЗ-51 знаю хорошо Вот смотри, я заведу ее ровно на секунду Ничего с ней не случится Хорошо, работает намало Подходящая А ну пусти, я попробую Ну, хватит, выключай На москвиче мотор работает тише и равномернее Не знаю, не знаю, не вижу разницы Я снова завел мотор Выключил Снова завел Выключил И вот когда я завел мотор в третий раз Я включил первую скорость И потихоньку отпуская сцепление Начал прибавлять газ Машина медленно и плавно двинулась вперед Тут же я начал переводить на вторую скорость Машина дернулась и остановилась Мотор заглох Не блеск Раскатываетесь А ну, отпусти меня Придет Ивашкин и будет дикий скандал За меня не беспокойся, за себя лучше беспокойся Игорь завел машину Доехал до ворот Вернулся задним ходом Опять поехал до ворот Опять вернулся Потом поехал по направлению к той машине Которую мы должны были буксировать в Москву Остановился возле нее Высунулся из кабины и крикнул Привязывай буксир! Ты что, с ума спятил? Не беспокойся Мы только привяжем трос и все приготовим Шоферы нам спасибо скажут Давай, Шмаков, привязывай Вадим, помогай Шмаков и Вадим схватили буксир И начали его привязывать Я понял, что будет дальше Игорь вошел в азарт Вадим со Шмаковым Петром тоже вошли в азарт И, конечно, мы хоть немножко да протащим машину А раз так, я вовсе не желаю оставаться в дураках Я быстро влез в кабину второй машины и сел за руль Если я буду зевать, то Вадим или Шмаков перехватят у меня и этот руль Так, приводим встань на подножку Крошу Хорошо Ты, Шмаков, ко мне Будете передавать сигналы Крош, ты готов? Готов! Передняя машина тронулась Трос натянулся Моя машина дернулась И тоже пошла вперед Справа от дороги тянулся лес Слева овраг И довольно глубокий Игорь поехал быстрее Потом дернул, когда переключал скорость Мою машину вдруг потянуло вправо Я крутанул руль влево Игорь опять дернул Мою машину закинуло налево Я стал изо всех сил выворачивать руль, но руль меня не слушался Я закричал, останови! Вадим замахал руками, но Игорь не останавливался Я нажал на тормоз Было уже поздно Моя машина накренилась И начала сползать в овраг Передо мной мелькнуло испуганное лицо Вадима Он соскочил с подножки и покатился вниз Моя машина ползла и наклоняла все больше и больше Я упал с сиденья на дверцу Моя машина лежала на боку в обрыве, привалившись кузовом к дереву Но удерживало ее не дерево, а трос, привязанный к машине Ивашкина Он был натянут, как струна Моя машина висела на нем Я осторожно подтянулся и, упираясь одной ногой в сиденье, другой в руль, вылез из кабины Машина Игоря стояла на дороге Игорь, высунувшись из кабины, смотрел на меня Он был бледен На подножке стоял Шмаков Петр Он не был бледен Внизу стоял Вадим Он стоял почти на дне оврага, и я не видел Бледен он или нет Крош, ты жив? Умер Что случилось? Сам не видишь? Но как это произошло? Черт я знаю Ты стал дергать, а машина потеряла управление Когда я стал дергать? Тогда Вадим кричал, чтобы ты остановился, а ты перся вперед Неправда, я тут же остановился Интересно, кто же это меня тащил по обрыву 20 метров? Пушкин? Ну, как ты не удержал руля? Я-то удержал Только машина перестала слушаться Может быть, мне и в рулевое управление не в порядке? Ведь мы эту машину не знаем Буксировать не надо было, вот что Прокатиться захотелось А кто первый завел машину? Кто первый поехал? Не будем торговаться Ведь ты всегда прав Да, был бы в ней бензин Обязательно случился пожар Будет грандиозный скандал Уговор Никого не продавать На следующий день на доске объявлений Мы прочли приказ директора Зуеву объявлялся строгий выговор с предупреждением За то, что он отлучился от машины Ну, Игорь Что скажешь? Ловко написано Что ж тут ловкого? Причины выявлены Виновник наказан Меры придеты Значит Зуев виноват? Как надо Что значит так надо? Виноват Зуев или нет? Видишь ли, с нашей точки зрения Зуев не виноват А с точки зрения директора Виноват Он должен был обеспечить А он не обеспечил Будь я директором Я бы тоже влепил ему выговор К счастью, ты не директор Если б Зуев тогда не ушел Не стали буксировать машину? Ага Ты забыл запереть квартиру Ее обокрали Значит, виноват ты, а не вор Неудачное сравнение Да и что ты волнуешься? Мы не должны прятаться за чужую спину Скажите, какой альтруист Лучше быть альтруистом Чем эгоистом Мы должны написать заявление В аварии виноват не Зуев, а мы Крош, ты смешон Ну, кому нужно твое заявление? Пойми, если не виноват Зуев Значит, кто виноват? Директор Он послал нас за машиной Ты хочешь, чтобы директор Объявил выговор самому себе? И потом Писать разные заявления Противно Но ведь это будет заявление Не на кого-то, а за кого-то Крош, ты глуп Чем больше думал я о Зуеве Тем более постыдным Казалось мне мое поведение Я ничего не сделал, чтобы Исправить несправедливость Причиненную ему по нашей А значит, и по моей вине Я себя чувствовал предателем Человек из-за меня пострадал А я хожу, как ни в чем не бывало Подло Я сам написал заявление И положил на стол перед директором Что такое? Заявление О чем? Там написано Так Чего ты хочешь конкретно? Ваш приказ неправильный Зуев не виноват Виноваты мы Вот как? Значит, надо и вам выговор объявить Ну, если считаете нужным Только почему и нам? Только нам Выходит, ты умный А я дурак Не довезли материалы на стройку Кто не довез? Водитель не довез Кто плохо организовал? Начальник эксплуатации плохо организовал А кто выговор получил? Директор выговор получил Почему? Потому что директор отвечает и за водителя И за начальника эксплуатации Кто был ответственный за буксировку? Зуев был ответственный С кого надо спрашивать? Зуева надо спрашивать Понял? Я тебе это не обязан объяснять Ты не местком Я объясняю, потому что еще зеленый А теперь иди, меня люди ждут Я вернулся в гараж Наладил тебя, директор? Теперь все Больше ни во что вмешиваться не буду Хватит И хорошо сделаешь И я принялся за передний мост для нашей машины Брось Бригадир запретил делать нашу машину Как это запретил? Запретил и все Дмитрий Александрович Правда, что вы запретили восстанавливать нашу машину? Да восстанавливать машину никто вам не запрещает Но это же нельзя делать в рабочее время Ведь за вашу машину не начисляют зарплату Вот вы со Шмаковым два дня проездили в Липке Наряда вам на поездку не выписали А зарплату ведь вы получили за счет бригады Разве это правильно? Ой, конечно неправильно Происходит неувязка Мне было интересно знать Как намерен действовать штаб в создавшейся обстановке Я решил спросить об этом Игоря Знаю По всем цехам такая волынка Будем оставаться после работы О, спасибо У каждого свои дела И вообще ничего из этого не выйдет Он не проявляет сознательности рабочий класс При чем тут рабочий класс? Как тебе не стыдно? Ты не сумел организовать? Ты виноват? Возможно Значит в кусты? Значит в кусты Ага Ты первый вылез с восстановлением машины А теперь первый смываешься Человек предполагает, а Бог располагает Хорош Мы потратили на нашу машину столько труда, столько времени Разве можно допустить, чтобы работа пропала впустую? Слушай, Крош, но ведь ты же решил больше не вмешиваться ни в какие дела Да, решил Но это в том случае, когда дела идут А если дело стоит Надо вмешаться, чтобы дело опять пошло А вот когда оно снова пойдет Вот тогда можно больше и не вмешиваться Я обошел все цеха Мы обсудили положение И решили собрать классное собрание Как у нас уже повелось Мы собрались на пустыре Пришли директор автобазы Начальник моторного цеха Наш бригадир Дмитрий Александрович Похожий на испанца И еще два бригадира Из обойного и столярного цехов Получилось прямо-таки торжественное заседание Ребята Ваша инициатива похвальна Но восстановление машины не предусмотрено планом На нее нет ни фонда зарплаты Ни лимита материалов Об этом надо подумать Это надо обсудить Да ребята-то хорошие Они выполняют Но восстанавливают-то машину в рабочее время А наряды на эту работу не выписывают Но отражаются на зарплате Послушаем, что практиканты скажут Ну что мы можем сказать Класс был полон энтузиазм Ну обстоятельства выше нас Обстоятельства нуждают нас прекратить работу Что же? Не надо было браться за оружие Только пат, пожалуйста, не показывай свою образованность Я тоже знаю, кто такой Плеханов Но Плеханов в данном случае совсем ни при чем Очень даже при чем А ты типичный оппортунист и соглашатель Ты давно гнешь эту линию прекратить Но если мы взялись, мы должны довести дело до конца Стыд и позор Комсомольцы так не поступают Комсомольцы преодолевают большие трудности На целине Износить красивые слова Это мы все умеем Но вот как преодолеть трудности? Единственная наша трудность это ты Твоя неустойчивость плюс бюрократизм Нужно не прибираться, а искать выход из положения Вот верно У меня есть предложение Знаем мы твои предложения Тихо Ты знаешь А другие не знают А предложение у меня вот какое Давайте закончим машину после работы Ну неужели мы не можем 10 дней Поработать по 2 лишних часа? Да конечно может Пожалуй можно Только ненадолго, верно? Да И вам не стыдно, товарищи бригадиры Школьники согласны работать в общественном порядке А мы, шефы, не хотим им помочь Ваши дети будут обучаться на этой машине Плохие вы родители Ну если ребята будут делать машину в нерабочее время Мы же им поможем Ну ведь вы скажите, как же быть с материалом? Ну поскольку вопрос упрощается То мы, начальники цехов, изыщем некоторые материалы Из внутренних ресурсов Но как быть с дефицитом? Ну что ж, если ребята будут работать сверхурочно Если рабочие будут помогать им в общественном порядке Если начальники цехов изыщут внутренние ресурсы То дефицит мы отпустим в порядке шефской помощи школе О, хорошо, спасибо Главное, чтобы это мероприятие в основе носило общественный характер Основу, в сущности, предложил никто иной, как я Но я не стал об этом думать Понимал, что во мне говорит пустое тщеславие Мы думали, что после собрания Восстановление нашей машины пойдет медленнее Ведь раньше мы ее делали в течение рабочего дня А теперь только два часа после работы Получилось наоборот Гораздо быстрее Рабочие стали больше помогать Вокруг нашей машины толкались люди Даже директор, честное слово Я думаю, это происходило от того, что директору было приятнее сидеть во дворе на солнышке Чем в прокуренном кабинете Но просто сидеть во дворе неудобно А сидеть возле нашей машины удобно Она общественная Настал день первой получки Люди, привыкшие получать зарплату И те чувствуют в этот день какой-то подъем А о нас и говорить нечего Ведь это первая получка в нашей жизни Кончив работу, мы всем классом собрались у кассы Открылось окошко Нам начали выдавать зарплату Мы расписывались в ведомости против своей фамилии Кассир ставил галочку И отсчитывал деньги 15 рублей 20 копеек Я решил купить подарки папе и маме Шмаков, сходим в универмаг Зачем? Надо купить кое-что В спортивном отделе универмага Больше всего нам со Шмаковым Петром Понравились спортивные брюки Синие, трикотажные С резинками внизу В них у человека Исключительно спортивный вид Покупаем Ну, я пошел платить На Шмакова надо воздействовать силой собственного примера Я заплатил в кассе 3 рубля Получил пакет А Шмаков все еще стоял у прилавка И вертел в руках брюки Чешешься Плати деньги Трикотаж плохой Через два дня выкинуться В коленках и кругом Второй сорт Что ж ты мне сразу не сказал? Не успел Эх ты Ладно, что сделано, то сделано Погорел я на 3 рубля Впредь буду умнее Идем Я решил немедленно отправиться в парфюмерный отдел И купить маме духи По дороге был пищебумажный отдел Подожди Что? Тетрадь надо купить Ты какого цвета возьмешь? Коричневую, а ты? Надо подумать Я заплатил в кассе 35 копеек И получил прекрасную общую тетрадь Ну, выбирай скорее Не нравится Ой, жмот Вот ты кто! В парфюмерном отделе я спросил, сколько стоит коробка подарочных Пять рублей Пять рублей? Ого! В коробке духи и одеколон А отдельно духи купить нельзя? Нет, только вместе Странные порядки Могу предложить огни Москвы Недорого Всего 2 рубля 60 копеек Я заплатил за огни Москвы И у меня осталось 9 рублей Петр, давай купим мороженого Не хочется Ну и жмот Прошвырнемся по магазину Нет Тебе хорошо с твоим жмотским характером А я ведь обязательно что-нибудь куплю Смотри, Крош Привезли подводные маски и ласты Полный набор Сейчас будут продавать Зачем они нам? Вот чудак В мире безмолвия Я читал В мире безмолвия В Москве нет моря С другой стороны Если я весной отправлюсь в туристскую поездку В Крым или на Кавказ То там они мне пригодятся Да, но если я куплю маску и ласты То на какие деньги я поеду в туристскую поездку? Терзаемый сомнениями я стоял в очереди Граждане, не остановитесь Имеется всего 20 комплектов Знаешь, Крош Я пересчитал тех, кто стоит перед нами Кажется, мне не достанется Мог ли я устоять в условиях такого ажиотажа? Я заплатил по чеку и получил маску и ласты Вот видишь, я так и знал Мне не досталось Знаешь что? Возьми Мне они не нужны Но бери, бери Да я купил просто так, на всякий случай Мне они совершенно не нужны Мне они тоже не нужны Как это не нужны? Очень просто Зачем же ты стоял в очереди? Все стояли Когда Шмаков забраковал спортивные брюки, я похолодел Теперь я просто окоченел Выходит, я опять зря выбросил деньги И сколько Не возьмешь, снесу обратно И правильно сделаешь Ну, кому нужна эта маска? Простая резинка со стеклышком А в ластах вообще неудобно плавать Последний раз спрашиваю, возьмешь или нет Вот пристал Не нужно мне такое барахло В спортивном отделе я сказал продавцу, что хочу вернуть маску и ласты Купленный товар обратно не принимается Сердце мое разрывалось от огорчения Я истратил почти все деньги И на что? Из всего, что я купил, мне была нужна только общая тетрадь в калинкоровом переплете Теперь уже все равно Я пошел в пищебумажный отдел И на оставшиеся деньги купил папе китайскую самопишущую ручку Сегодня кончается наша практика Я рано пришел на работу Машины еще только выезжали на линию Я подумал, как странно Завтра мы будем свободны, как птицы Можем спать, сколько влезет Можем делать что угодно Через неделю я еду с мамой в Касимов Буду купаться в Аке И все же мне было грустно Мне было грустно при мысли, что я не буду больше приходить сюда ранним утром Не буду переодеваться у своего шкафчика, как все рабочие Не буду слушать их шуток и разговоров Не буду равнодушно говорить бригадиру Дмитрию Александровичу Кончил, проверяйте Я, наверное, скоро отвыкну от запаха бензина По правде сказать, никто из нас сегодня не работал Из дирекции прибежал Игорь Внимание, ребята! Внимание! Приказ директора автобазы Всем практикантам объявляется благодарность за хорошую работу Ура! Всем присваивается третий разряд Ура! Объявляется благодарность Зуеву за хорошую помощь в восстановлении машин Выговор, объявленный Зуеву за аварию в Липках Снять! Потом мы собрались на пустыре Обычном, а сегодня уже последнем месте наших собраний Там стояла наша машина Блестящая, свежевыкрашенная Точно только что выпущенная из завода Ее официально передавали школе Первым сел за руль Зуев, как руководитель нашей работы И машина покатилась при восторженных криках толпы Как здорово написано в одном романе Мы все по очереди сделали на машине круг по двору Конечно, те, кто имел права юного водителя Машина получилась великолепная Слово взял директор Ну, думаю, вы не зря потратили время Научились кое-чему И увидели, как все на свете делается А делается все на свете рабочими руками Ну, что же еще вам сказать Хорошие ребята Относились добросовестно Работали хорошо Особых нарушений дисциплины не было Впрочем, у одного были заскоки Ага, вот он Крашенинников, так? Так Были заскоки? Были Были Коварий руку приложил? Приложил Приложил Ну, вот А потом является ко мне И начинает устанавливать свои порядки Так, товарищи, нельзя Ведь если каждый начнет меня учить Что же получится Но в целом хорошие ребята А что касается Крашенинникова То по-простому По-рабочему я так скажу Молодец, Крош Честный парень Давай, Крош Действуй Обругал меня А потом назвал молодцом Где логика? Молодец, Крош Молодец, Крош Молодец, Крош